Здравствуйте, дорогие друзья! Вы вновь на канале «Где изучают священное писание?». В эфире программа по изучению Библии от Славянской Церкви Адметистов седьмого дня здесь, в городе Сакраменто. Уже вот ряд встреч мы говорим о том, что Библия пишет. О финансовом благополучии, о нашей верности Богу в десятине пожертвованиях, о том, как это влияет на наш успех, на наши взаимоотношения друг с другом. Сегодня же речь пойдет о таком интересном слове, которое мы очень редко уже используем. Звучит оно как «любостижание». Что это такое, насколько это важно в нашей с вами жизни? Об этом мы сегодня и поговорим. Благословенный Отец наш Небесный, мы так благодарны Тебе за это преимущество снова и снова прикасаться к Слову Твоему. Мы молим, Господи, чтобы Дух Ты Святой коснулся нашего сердца и разума нашего и открыл его для понимания Твоей истины, для понимания Твоей воли, для понимания будущего и того, как мы должны строить сегодня жизнь, как мы должны относиться друг к другу, как мы должны относиться к тому, что Ты даешь нам. Господи, мы просим, чтобы Ты благословил нас. Благослови ведущего этот урок, дай ему особенное влияние Духа Твоего Святого. Пусть прославится Твое имя. И в этом размышлении мы просим во имя Иисуса Христа. Аминь. Давайте вначале мы прочитаем текст, который является как бы центральным в наших сегодняшних размышлениях. Это Евангелие от Луки, 12 глава, 15 стих. При этом сказал им, смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения. Любостяжание. Сегодня это слово мы практически нигде не используем. Такое старославянское слово. Но для нас важен его смысл. Раз так, скажем так, однозначно высказывается о нем Священное Писание. Итак, что такое любостяжание? Какое определение можно дать? Ну вообще логически здесь любостяжание – это любить все стягивать на себя. Скажем так. Дословный перевод. Да, да. Но в принципе, если посмотрим контекст, и также другие переводы мы посмотрим, и английские переводы, и оригиналы, там более говорится о том, что человек это не пожелает, то есть желать чего-то, скажем так. Это более к оригиналу, там поставить, что ты желаешь что-то. Ну, наверное, желание перерастает в действие. Поэтому любовь к стяжанию – это желание иметь что-то, да, и делать все со своей силой, чтобы приобретать. Заботиться только об этом, да, или заниматься накопительством, да, стяжать к себе. Ну, друзья, с одной стороны, кто-то может сказать, ну а что тут плохого? Вот кого на селе всегда называли хозяйственным человеком? Тот, который все тянул в дом, правда? У которого все было. Ты к нему как не придешь что-то одолжить? У него все есть. А почему у него все есть? Потому что он все собирал, все старался купить, приобрести, получить. И даже если мы говорим, что ну вот он увидел у соседа и захотел такое же. Ну так а что нами с вами движет, прогрессом, ростом? Не то ли, что мы что-то увидели, и мы подумали, классная штука, я тоже такое хочу. И мы стараемся теперь заработать, чтобы получить такое же. Так в чем здесь проблема? Это наоборот какое-то движение вверх, чему-то лучшему, чему-то большему. Да, здесь особенное значение этого слова, наверное, звучит в контекстах Штатов, Соединенных Штатов. Мы в капиталистической стране, и история, истоки, прогресс именно основан именно на этом. Захочу и добейся. Как бы, когда читав этот урок, это особое значение имеет для поколения, которое здесь растет. Так что, да, хоть слово не актуально именно на русском языке, но на английском языке очень, в принципе, ясно. Не пожелаю. Это сейчас, особенно наше поколение, где все ярко, все красиво. Так, Илья, почему эта проблема? Вот мне кажется, я вот думал, вот ключевое. Это интересно, что даже дальше в уроке мы узнаем о том, что эта заповедь, заповедь, которая ссылается в 10 заповедь, она одна из таких, которая именно проникает в само сердце. Она судит исток, откуда идет зло. Вот почему человек этого хочет. Получается, она подчеркивает злое намерение, эту злую природу, этот грех, который живет в нас. И мне кажется, вот оно, эта заповедь, именно и показывает желание человека пожелать что-то другое. Как бы я с этого ракурса на это смотрю. Хорошо. Я бы сказал, что это такая очень тонкая грань, на которой человек, как бы один шаг влево, другой шаг вправо, может оказаться или в одной стороне, или в другой. Потому что, в принципе, пожелать это неплохо. Мы много что, мы желаем что-то заработать, мы желаем что-то достичь. Это нормальная вещь. И мы говорили о успехе в прошлых уроках. То есть Господь хочет, чтобы мы были успешны, чего-то достигали. Но когда мы становимся на то, что это руководит нашей жизнью, вот это желание, и оно становится самым главным, то есть идеей твоей жизни, это становится целью твоей жизни. То есть все остальное уходит на второй план, тогда это проблема. У меня такая уникальная перспектива, так как я вырос с детства здесь, то анализируя, особенно будучи уже в старшем возрасте, смотря на поколение родителей моих, предыдущее поколение, люди, которые приехали из страны, где не было всего этого. Это вот проблема любостяжения, очень характерно этому поколению, где не было, а я просто хочу. Вот чужуюсь не было. И вот смотришь на поколение мое, здесь более-менее умеренное есть. Потому что у них и так все было. Мы выросли, у нас все было, и мы благодарны за это Богу. А предыдущее поколение смотришь на других и тянет, и тянет, и тянет. Говорю, зачем тебе столько? Как бы вот я вот думал про этот урок, вот вспомнилось такой ярким таким контрастом. К сожалению, как бы. Я по роду работаю, посещаю много домов, и вот иногда я вижу эту картину. Я вижу, когда семья живет, вот есть достаточно всего, что необходимо. Но есть вот, когда ты приходишь в дом, иногда пройти сложно. Потому что столько вещей разных в доме, просто все свободные места забиты. И радости от этого я не вижу. Ты просто, ну, меня, например, это угнетает. Да, хотя полный дом, кажется, забитый хорошими вещами, да. Но когда это все забитый дом, ты чувствуешь себя очень некомфортно. Ты понимаешь, что человек сосредоточен только на этом. Он накапливает, накапливает. А зачем? То есть я бы сделал такой вот небольшой итог нашей вот этой первой части. Проблема в любостяжании, во-первых, в том, когда мы приобретаем вещи не потому, что они нам нужны на самом деле, а потому что, чтобы показать, что я не хуже, чем кто-то, да. Это первая проблема. Вторая проблема – это как мы стараемся достичь чего-то или приобрести что-то. Если мы готовы ради этого пойти по головам, переступить все принципы, все ценности, только лишь бы достичь желаемого, вот в этом есть тоже проблема. Да, просто есть люди, которые живут на определенном уровне. И они, естественно, уровень зарплаты, возможностей им позволяет приобретать какие-то вещи. Необходимые вещи, но хорошие вещи. А другой не имеет этой возможности, но видя, что его сосед имеет хорошую машину, например, или хороший дом, он изо всех сил тянется, да, вот желает иметь, тянется и только это, вкладывает все свое здоровье, все свое время, все свои силы, чтобы приобрести это, да, чтобы показать, что я тоже имею. Вот это… Проблема любостяжания. Вот это желание, это нарушение десятой заповеди, не пожелай. Мы идем дальше. И следующий отрывок, который я хочу прочитать вместе с вами, это книга пророка Исаии, 14 глава, с 12 по 14 стихи. Тут очень интересно, потому что речь идет о грехопадении Люцифера. И вот что было в корне вот этого падения его. Давайте прочитаем этот отрывок. «Как упал ты с неба, Деница, сын зари, разбился о землю попирающей народы, а говорил сердце своем, взойду на небо, выше звезд Божьих вознесу престол свой, и сяду на горе в солме богов на краю севера, взойду на высоты облачные и буду подобен Всевышнему». Слушайте, ну в этих текстах речь тоже идет о любостяжании. Стижание славы. Но здесь очень явно выражено то, что, особенно это контрастный стих, как бы это место, что он добивался того, чего ему не надлежит. Там очень ясно. А когда в нашей жизни, когда мы хотим, у нас этой грани нет. Мы иногда не видим, что мы просим того, чего нам не нужно, чего нам нельзя, запретное. Здесь, в принципе, это очень ясно видно. Ну, то есть, все равно мы видим, что в корне этой проблемы лежит зависть. Правда? Он позавидовал Богу. Он захотел того, как ты сказал, что ему не принадлежит. Ну, я думаю, что все равно начинается с желания. Первое, где-то, когда-то проходит мысль «хочу». И вот когда вот эта идея, эта мысль начинает тобой руководить, она переходит в зависть, и далее она становится на путь грешный. В принципе, это принцип десятой заповеди. Ведь, ну, какая проблема, если я захочу точно такую же машину, как у моего соседа? Проблем нет. Есть проблема, когда это пожелание руководит мной настолько, что я могу эту машину украсть или что-то сделать с соседом. Понимаешь? Или если я не могу купить такую машину, то давай сделаем все, чтобы у него этой машины тоже не было. Конечно, конечно. В принципе, тот же самый процесс и, скорее всего, происходил у Люцифера. Слушайте, ну, это получается, что корень вообще всех проблем, которые возникли на небе, и получается, что и проблем, которые возникают на земле очень часто, во взаимоотношениях между людьми, он кроется вот в этой проблеме. То есть зависть, корость, которые нами начинают руководить. Просто нам сложно, наверное, говорить, потому что в русском языке, ну, желание, это и в добром, может быть, да, доброе желание, и злое или плохое вот такое, да. Вот это, наверное, быстрее всего, что зависть, корость, да, вот себялюбие, гордость, это то, что вмещает в это понятие, да, когда вот это пожелание. Да, вот 10 заповедь, не пожелай, да, вот именно вот это желание, да, не желание доброго, не желание вырасти или достигнуть какой-то цели, а просто вот, когда ты за счет другого хочешь обогатиться или за счет кого-то ты хочешь возвыситься. Еще один текст. Послание апостола Павла в Ефес, 5 глава, 5 стих. «Ебо знайте, что никакой блудник или нечистый или любостяжатель, который есть видослужитель, не имеет наследия в Царстве Христа и Бога». Мы сегодня очень часто будем крутиться вот вокруг этой мысли, насколько это проблематично. И вы заметите, что это проблематично не только для человека, пока он живет на земле, да, что у него будут сложности во взаимоотношениях с другими людьми. Это влияет на его вечную участь. Почему так строго? Почему вот так ребром ставится вот этот вопрос? Ну, суть же это идолопоклонство получается. Это когда человек выставляет какой-то идол внутри, это желание, он пожелает, получается, начнет поклоняться этому желанию, стремлению к чему-то. То есть оно даже в эту сферу можно повернуть? Да. Оно просто занимает место Бога. На первом месте должен быть Бог. А когда на первом или побудительным мотивом жизни является вот это неуемное желание обладать, да, то ли славой, то ли деньгами, то ли имуществом, то ли еще чем-то, да, тогда это твой Бог. Вот поэтому это идолопоклонство, потому что ты ему поклоняешься, ты отдаешь все лучшие силы, средства, все отдаешь этому. И в Библии вообще мы знаем прекрасно, что вот это желание, зависть и пожелание чего-то приобрести, она руководит настолько людьми, что люди убивают, совершают просто невероятные поступки негативные, которые просто, ну, мы поражаемся, потому что он чего-то пожелал. Хорошо, знаете, что я предлагаю? Давайте коснемся нескольких таких историй. Первая история, на которую хочу обратить ваше внимание, она записана в книге Иисуса Навина в 7 главе в 1 стихе. И тут сказано. Но израильтяне не исполнили повеление о посвященных вещах. А хан, сын Хармия, внук Завдия, правнук Зараха из рода Иуды, взял себе часть из посвященного. И гнев Господа вспыхнул на Израиль. Ну, смотрите. Понятно, когда человек хочет, мы говорили, да, пожелал чего-то, что принадлежит какому-то другому человеку. Но по большому счету, ну, а хан взял то, что никому из людей не принадлежало. Правда? Оно было заклятое. Или давайте так, давайте вначале разберемся, что означает заклятое с точки зрения священного писания. Это что, проклятое или что это такое заклятое? Ну, то, что нельзя было приобретать, нельзя было, да, запрещено. А почему оно было запрещено? Ну, есть причины. Мы знаем прекрасно, почему Господь запретил особенно в этом месте. Потому что идолопоклонство было настолько, чтобы там все было пропитано этим. То есть любые бытовые предметы, любые изделия из золота, любые статуйки, это все было целенаправлено на идолопоклонство. И мы, в принципе, знаем, даже сегодня мы, как туристы, если едем в какие-то места, то, в принципе, если глубоко посмотреть, то всякие маски, всякие побрякушки, все-все, оно все... Как это связано с всем идолопоклонством? В этом и самая большая проблема, что это было заклятое, да, и они знали об этом. Господь предупредил их. Они пошли, он пошел против воли Божьей. Да, вот это вот неуемное желание иметь, обладать вот этой одеждой, да, серебром, там, да, стало выше воли Божьей. Итак, получается, проблема здесь кроется не в том, что Ахан пожелал чего-то, что принадлежит другому человеку и получил это каким-то неправедным путем, да. Проблема в том, что он, как Толик сказал, поставил свое желание выше того, что Бог сказал. И получается, таким образом, что, ну, проблема здесь была в том, что он нарушил волю Божью. Ну, слушайте, но за это пострадали другие люди. Мы должны понимать, что каждый грех, который совершает человек, это вообще грех, это не индивидуальная вещь, это коллективная, скажем так, да. Если Адам и Ева согрешили, то мы сострадаем до сих пор. То же самое там происходило. Здесь, я думаю, что самая главная проблема, которая кроется, что Ахан именно, как бы правильно сказать, он взял то, что не принадлежало ему, и даже не важно, кому он это принадлежал. Просто он ослушался Бога, его желание приобрести вещи переступили его духовные моральные принципы, понимаешь. Он стал, это, к сожалению, бывает такое, что человек, когда касается вопросов финансов, каких-то вот таких сделок, они иногда свою веру, свои принципы, они немного оставляют в сторону, потому что это немного мешает. То же самое здесь произошло. Он, знаете, как говорят, на пять минут он стал не евреем, понимаете, чтобы это можно было взять. И в этом была самая большая проблема, потому что вот этот принцип, он должен следовать, во-первых, Господь первый, все остальное потом. Больше того, он хорошо знал, что это нарушение. Помните, он спрятал все это, в доме закопал, в своем шалаше закопал, и больше того, он не признавался, когда сказали об этом, пока уже точно не указали на него. Это говорит о том, что он сознательно это все делал, он сознательно шел против воли Божьей. Даже если нам иногда логически, беря во внимание какие-то свои аргументы, нам кажется это повеление непонятным, а это означает, что необязательно для исполнения, то это не так. Если мы что-то не понимаем, ну почему Бог требует именно вот такого поступка в этом случае, то мы должны понимать, то мы должны осознать. Окей, делай просто так, потому что это было сказано Богу. Я помню такой пример, как один раз молодой человек приходит к пастору, в церковь говорит, пастор, пастор, я на этой неделе сделал, ну супер доброе дело. Пастор говорит, ну ладно, расскажи, что ты сделал. Он говорит, вижу, идет бабушка, и падает у него кошелек. Я за этот кошелек раз открываю, он полный денег, и я ей отдал, сделал доброе дело. Пастор говорит, нет, дорогой мой, ты сделал то, что надо было бы сделать, а доброе дело, если бы ты еще свои деньги достал и дал ей. Понимаете, иногда нам так кажется, что мы можем что-то там сделать, а есть то, что мы должны сделать. И тут он должен был сделать, он должен был переступить вот это свое желание, потому что желание возникает, всегда возникает желание, понимаете. Но ум должен превозобладать над желанием и делать то, что Господь к чему нас призвал. Следующий персонаж, на которого хочу обратить ваше внимание, он всем достаточно известен. Но прежде чем я назову его имя, давайте мы прочитаем текст из Библии. Это Евангелие от Иоанна, 12 глава, с 1 по 8 стихи. За шесть дней до Пасхи пришел Иисус в Ифанию, где был Лазарь, умерший, которого он воскресил из мертвых. Там приготовили ему вечерю, и Марфа служила, и Лазарь был одним из взлежавших с ним. Мария, взяв фунт нардового чистого драгоценного мира, помазала ноги Иисуса и отерла волосами своими ноги его, и дом наполнился блауханием от мира. Тогда один из учеников его, Иуда Симонов-Искариот, который хотел предать его, сказал, «Для чего бы не продать это, мира за 300 динариев, и не раздать нищим?» Сказав же это не потому, что заботился о нищих, но потому, что был вор. Он имел при себе денежный ящик и носил, что туда пускали. Иисус же сказал, «Оставь ее, она сберегла это на день погребения моего, ибо нищих всегда имейте с собою, а меня не всегда». Какая сторона Иуды тут открывается в этой истории? Что мы тут узнаем о нем? Во-первых, мы видим, что это духовные проблемы у человека были, потому что он был нечист. Человек, который нечист с финансами, особенно в отношениях с Богом, скажем так, это глубокая духовная проблема, которая потом так и проявилась все-таки. Потому что для него денежные вопросы эти были первые, главные, а все остальное потом. Мы даже можем предположить, что он и присоединился к Иисусу, потому что понимал, что он Мессия, в будущем он может стать великим человеком. И это все было из-за желания обогатиться или иметь высокую позицию. Но здесь Иоанн четко и ясно ему говорит, что он из того ящичка тянул деньги. Это напрямую сказано, что Иуда был вором, что он воровал эти деньги из этого кошелька. Хотя мотив красивый. Для чего бы не продать этот мир за 300 динарий и не раздать нищим? Для внешних очень красиво. Такой жест. А на самом деле внутри черпь другой. Слушайте, у меня такая мысль появляется сейчас, что в большинстве случаев те люди, которые критикуют других за их какое-то чрезмерное усердие, в чем-то. Они, скорее всего, вот есть что-то там внутри, как вот в этом случае. Какой-то чель, как вы сказали, который их подтачивает. Мне, кстати, напоминает это такую интересную характеристику. А вы подправьте меня это, как это называют их, люди, которые считают деньги, как это называют, да? В народе, которые, ну, говорится, денежка липнет к внутренней части кармана. Да, и смотря на Иуду, и очень часто такие люди в наших рангах, в церкви, как бы есть разные люди, то зачастую он ответил правильно, он знал правильный ответ, как ответить. А чего бы не отдать нищим? Почему бы на служение, на благовестие не отдать? Ну, причины продолжаются. А внутри, как бы, такой пример очень... Можно сказать, что именно это качество Иуды привело его к погибели? Ну, скорее всего, потому что он встал на путь, который вел к погибели. И четко и ясно мы видим, что, будучи с Иисусом Христом, три с половиной года он все-таки не научился любить, сожалеть, помогать. Он думал, в принципе, о себе. И, в принципе, его последний шаг, то, что он продал Иисуса, он тоже продал за деньги его. Ну, с другой стороны, я бы хотел подчеркнуть, что вот как Божья Вестница в Вестнице, или она говорит о его искреннем, как бы, стороне тоже. Так что нельзя на него смотреть, как я потенциально смотрел на него всегда, что он был абсолютно такой темный, злой и так далее. Что у него было желание, как бы, как бы, та страна, но он отказался, как бы, идти дальше на эту сторону, как бы. Ну, мы видим, что и Христос до последнего за его душу борется. Ну, вот у меня этот вопрос... Вчера, помните, он обращается к нему. У меня этот вопрос как раз возникает в связи с этими обстоятельствами. Во-первых, почему Христос так долго терпел? Он же знал, что тот ворует. А во-вторых, почему это не сработало? Ну, где можно было бы найти лучшего Учителя, чем Иисус Христос? И вот, будучи у ног такого Учителя, ничего не помогло. А для меня это, ну, еще больше. И я убеждаюсь в Божьей милости и Божьей благодати, что Христос до последнего пытался его спасти. И он мог, эта грань была, вот еще на последней вечере, да, он мог там раскаяться, когда тот кусок, да, они вместе со Христом макали, да, и если бы Христос омывал ноги ему, да, вот в этот момент, когда Иуда мог раскаяться, мог признаться и раскаяться, и это был бы как спасенный грешник на кресте, да, разбойник. И Бог бы спас его. Головний из огня, да? Но это еще раз говорит о том, насколько человек управляет этим. В смысле, от человека зависит его личное спасение. Бог до последнего борется за душу его, но все же человек определяет. То есть Бог не манипулирует, Он не его подталкивает, ну не то, что не подталкивает, Он не направляет его, Он дает возможность выбрать, а человек уже выбирается. Да, Христос не избирает какую-то специальную программу, которая обработает так разум ученика, что он точно пойдет за ним. Здесь сохраняется свобода выбора, свобода воли человека. Бог не насилует волю человека, да, человек принимает решение. Идеальный учителя нет. Бог абсолют. Он идеал, как бы ему не добавишь, не прибавишь. И даже при этом это решение. Так что, на части, это аргумент тем, которые сказали, которые могут говорить, а меня никто не научил, или у нас какой-то был пастор, он неправильно объяснял, и я потому не знал. Это убирает сам этот аргумент. Даже если у тебя дать идеального учителя, это не гарантирует, что ты будешь на правильном пути. Вот тоже интересно мысль. Это же желание знать волю Божью и исполнять ее. Вот это самое главное... Со стороны человека. Со стороны человека, да. Самый главный двигатель, который его направляет. Каждого в отдельности, да. Он ответственный за свое спасение. Никто другой. Да, а если даже ближе к уроку, то получается, что это демонстрирует? Он захотел то, чего фундаментально нельзя было. Это просто демонстрирует характер человека, который любил то, чего нельзя было. И последняя библейская история, на которую хочу обратить ваше внимание, она записана в книге «Деяния апостолов» в пятой главе с первого по одиннадцатой стихи. И там в этой истории у нас даже два участника, а не один. Давайте посмотрим, что же за проблема там была. Некоторый же муж имени Манания с женой своей Сафирой, продав имение, утаил из цены сведомой жены своей, а некоторую часть принес и положил к ногам апостолов. Но Петр сказал Анания, «Для чего ты допустил сатане вложить в сердце твою мысль, солгать Духу Святому и утаить из цены земли? Чем ты владел, не твое ли было, и приобретенное продажей уже не в твоей ли власти находилось? Для чего ты положил это в сердце твоем? Ты солгал не человеком, а Богу». Услышав все слова, Анания пал бездыхан, и великий страх был объял слышавших это. И встав юноши, приготовили его к погребению и вынеся похоронили. Часа через три после сего пришла и жена его, не зная о случившемся. Петр же спросил ее, «Скажи мне, за сколько ли продали вы землю?» Она сказала, «Да, за столько». Но Петр сказал ей, «Что это согласились вы искусить Духа Господня? Вот входят в двери погребавшие твоего мужа и тебя вынесут». «Вдруг она упала у ног его и спустила дух. И юноши, войдя, нашли ее мертвую и вынеси, похоронили подле мужа ее. И великий страх объял всю церковь и всех слышавших это». С этого текста понятно, проблема у Анании и Сапфиры была вот с тем же вопросом любостяжания, о котором мы говорим сегодня весь наш урок. Они хотели и славу получить, и тоже время деньги сохранить. Но вопрос, который меня волнует, почему так строго они были наказаны? Ну, в крайнем случае, я так понимаю этот текст. Вот Петр сказал так же, за столько-то, она не сказала, за столько-то. «Как ты мог обмануть Духа Святого и тут упал мертвым?» И то же самое произошло с женой. Почему Бог терпел три с половиной года Иуду, а эти умирают сразу, моментально? Одна из интерпретаций, которую я слышал, мне она понравилась. Церковь очень молодая сейчас, очень молодая, и в народе много скептиков, не все могут верить, и Бог воспользовался этим случаем, чтобы внушить авторитет апостолов. Получается, они оказались в страхе после этого. Так что, одна из интерпретаций тех, что Бог воспользовался двумя этими возможностями, чтобы не только напугать людей, а чтобы сказать, что за апостолами есть Божья рука. Просто я понимаю, что евангельский текст все равно очень сжат. Он только дает основу. Мы не видим всех деталей. Мы не видим того рассказа, когда пришел этот Анания и вылаживает деньги, как он рассказывает, что вот я принес вам все деньги за эту землю и так дальше. Он солгал Святому Духу, он солгал апостолам, он заранее не договорились с женой. То есть он сознательно шел на этот шаг. Это процесс. Это не просто так. Вот он дал немного меньше от того, что он продал. Это не просто так. Это обман Бога. Это то же самое. Вот это мамона, которая выше Бога. Понимаете? Ведь Бог не заставлял, и апостолы не заставляли его все деньги принести. Он мог сказать, что я продал за 100 тысяч, а даю вот только 20 вам. И кто бы ничего ему не сказал, но он обманул. Он сказал, что я вот за столько продал и все отдаю. Он вел в заблуждение. Он против Бога пошел. Хотел бы подчеркнуть, что Анатолий сказал, но чуть углубиться. Если смотреть на экономический контекст Первой Церкви, что происходило буквально в Деянии до разрушения Иерусалима, это было по проведению Господню, для меня это будет потрясающий отрывок, что Бог наклонил всю Церковь или призвал, что все начали жертвовать в Церковь и избавляться от своих владений. Это привело, когда был... К чему это вело? Что когда был Иерусалим окружен, чтобы не было привязанности к заводу, по производству какому-то или какой-то у человека, он мог легко уйти. Другими словами, это был временный коммунизм, где люди сдали все и начали сдавать друг другу. И вот в контексте этого давления, где все все продавали, это была мерка твоей святости. Он этого не сделал, он хотел оставить тебя, но не получилось. И получается, это подчеркивает твое желание, насколько он был вовлечен, чтобы показаться таким и что на самом деле оставить себя. Ну, это был их личный выбор. Мы знаем, что Бог так не действует. И в принципе, я более чем уверен, что они сами на себя это, скажем, накликнули, скорее всего. Потому что, если бы эти вопросы сегодня Бог так решал, то все, кто захотел в Церковь, мало бы кто выходил из нее. Понимаете? Поэтому Бог так не работает. Это исключение из всех правил. Поэтому здесь каким-то особым образом это проявилось. И мы знаем, что напал страх на Первую Христианскую Церковь того времени. Но я уверен, что Бог не хотел всех напугать, потому что, если бы Он хотел напугать, может быть, Он и другой метод бы избрал. Но это был великий урок. Великий урок для всех первых христиан. Честности, святости. Да, да. Потому что, к сожалению, они хотели показаться теми, кем они действительно не были. Я бы сказал, что, смотря на эту историю, мы должны очень хорошо осознавать, что последствия от наших таких поступков они будут не только, когда Христос придет на Суде Небесном, а последствия мы будем пожинать уже и сейчас. Если вот наш принцип такой обмануть, любой ценой добиться славы, успеха, или еще чего-то, мы обязательно пожнем то, что семь на этой земле. Оно вскроется однажды, и мы обязательно пожнем. Сами пожнем. Не Бог будет нас наказывать, а мы сами пожнем свои поступки. Хотел бы маленько подчеркнуть, что вы сказали. Даже светские психологи, даже вот слушая некоторые лекции Джордан Перерсон, еще знаменитый психолог, он интересную мысль сказал, говорит, что в моей практике, он очень опытный человек, говорит, я никогда не видел, что злое действие человека, о котором человек знает, чтобы ему не обернулось в жизни каким-то боком. Говорит, я никогда этого не делал. И он призывает людей, говорит, почему мы так осознанно действуем против своего тела, против общества, против морали, мы пожнем. Как бы тоже очень, вот даже светские люди начали это уже осознавать. Много говорили о том, что любостяжание это плохая склонность человека. Масса примеров, и мы коснулись только нескольких, а в Библии есть очень много примеров, к сожалению, когда это срабатывает. И это срабатывает даже с пророками, это срабатывает с царями, к сожалению, эта проблема срабатывает. И вот у меня возникает вопрос, что сегодня можно посоветовать людям, чтобы они не оказались в ловушке вот этого качества? Или если они борются с этим, каким образом они могут это победить? Вот что может им помочь в том, чтобы они победили вот это желание иметь то, что им не принадлежит? Ну вот 1 Тимофея 6 глава 6 и 7 стих четко ясно говорит, великое приобретение, быть благочестивым и довольным. Ибо мы ничего не принесли в мир, явно что и ничего, мы отсюда мы не вынесем. То есть это понимание, чтобы быть довольным то, что у тебя есть, благодарить Бога, потому что Господь тебе дает, и понимать, что сколько бы ты не заработал, ты все равно уйдешь на гимн, точно как ты и пришел в этот мир. Я бы вывел отсюда такие практические психологические советы. Ну, чтобы быть довольным, что это означает? Это надо замечать, правда? Конечно. То есть каждый день ты проснулся и найди там 10 пунктов, за которые ты хочешь поблагодарить Бога. Поблагодарить Господа. Я проснулся в своем доме, в тепле, мои дети проснулись рядом со мной, у меня есть что покушать, я иду на работу, значит, есть еще силы, и есть, слава Богу, работа. То есть каждый день находить что-то, за что мы благодарим Бога. И это помогает видеть, что на самом деле у меня много чего есть. Да, это очень важно, потому что есть даже такая песня, что если я над землей, то это уже хороший день сегодня. И это уже ставит как бы тон тебе на весь день. И если ты замечаешь, что Господь делает на протяжении дня тебе, то ты действительно будешь благодарным. Независимо, у тебя в кармане будет 1000 долларов или 100 долларов, потому что ты будешь видеть Божью руку, и Господь ведет. Потому что я встречал людей, которые были более счастливы с меньшей суммой денег, чем люди, которые без Бога, но с большими деньгами. Я бы хотел задать еще другой вопрос. А что делать тем, которые не знают, что у них это проблема? Вот это вот тоже, я вот задумывался, да, если человек понимает, что у него есть проблема, мы уже в принципе можем идти дальше. Это как первый шаг любой проблемы, признать, что она у тебя есть. И я вот думал, каким образом бы, если бы у меня была эта проблема, и я бы про нее не знал, что бы я сделал? Мне кажется, вот фундаментальный вызов Богу, вот искренности, во-первых, послушать окружающих. Люди про тебя могут сказать. Вот подойти и сказать там, ну, это я или нет? И вот найти смелости, принять, что скажут. И второе, просто вот искренняя молитва к Богу, Господь, на самом деле, вот что у меня есть, чего я не замечаю, ты открой, испытай меня своего рода. Вот этот вот подход, мне кажется, ну, Бог не будет равнодушен к такой просьбе, если он видит человека, своего сына, который, может быть, не так поступает. Вот это вот, мне кажется, важнее, чем последующие шаги. Мы можем думать, что искушение, ну, может владеть нами, да, то есть искушение может быть сильнее нас. Вот помните текст апостола Павла из Коринфина, по-моему, где он говорит, что и в искушении он даст помощь, он поможет. То есть, другими словами, ну, нет такого сильного искушения, в котором бы Бог не мог бы тебе помочь. Если ты думаешь об этом, если ты ищешь воли Божьей, тогда Бог тебе откроет. Ищешь выход из-за этой проблемы. Может быть, через брата, может быть, через соседа, может быть, через сестру в церкви или брата, да, которые тебе скажут, брат, бля, там какая-то проблема есть, да, и если ты готов прислушаться, Господь тебе скажет. Или через чтение Слова Божия, или через уроки субботней школы, вот как мы сейчас рассуждаем, да, и что мы задумаемся. Господь нам положит на сердце, и мы должны понимать, что Господь даст нам силы победить в искушении, если мы этого будем хотеть. Ох, братья, такая непростая тема. Знаете, в чем непростая? Попробуй сделать сейчас кому-то замечание, скажи, ну, брат, ты, наверное, коростолюбивый. Ну, как один мужчина приходит к мудрецу, говорит, мудрец, как узнать все свои проблемы? Он говорит, проблемы, недостатки, вот хотел бы я узнать. Он говорит, проблем нету. Ты своей супруге только скажи, какая у нее одна проблема? Она тебе напомнит о твоих всех проблемах, которые есть. Нет, я действительно о чем хочу сказать. Вот мы говорим в церкви, то все, но в семье лучше всего проявляется. Жена знает лучше своего мужа, муж знает лучше своих, детей можно даже спросить, потому что дети тебя видят в той ситуации, в которой тебя никто не видит. И вот в семье, действительно, если человек хочет и искренне желает навести порядок в своей жизни, понять, может, знаете, какой-то кризис, просто в семье. Первое, что нужно сделать, это в семье поговорить, чтобы понять друг другу, открыться полностью. И я уверен, что если люди делают это с молитвой, Господь дает Духа Святого правильно сделать и замечания, и ошибки, потому что ты правильно говоришь. Сегодня сложно в обществе подойти и кому-то сказать, слушай, у тебя проблема, любостей Жанни. Ну, представляешь, это как это будет выглядеть. Тебе сразу скажут, а у тебя что, нет проблем, что ли? Поэтому... если мы готовы прислушаться, то оно придет. Бог будет стучаться не один раз. Это не просто так вот один раз где-то там прозвучало и все. Бог будет стучаться в наше сердце с разных сторон. И если мы готовы прислушаться, то Господь поможет нам. Дай нам Бог зрелости, этим словом. Итак, братья, спасибо вам большое за ваши мысли. Очень интересно было, очень ценные мысли. Я думаю, что они будут полезными как для нас самих, так и для тех людей, которые нас слушали. А я хочу сказать только одно. Перейдя сегодня домой или если вы уже дома после этой программы, повернитесь к своей жене, к своей жене или к своим детям и задайте простой вопрос. Жена или муж, как ты думаешь, я коростолюбивый? Ну, наберитесь терпения, любви и смелости, чтобы получить ответ на этот вопрос. А дальше все просто. Как мы уже тут говорили, простите у Бога силы. Если эта проблема есть, чтобы он помог с ней справиться. Делайте со своей стороны все, что вы можете. Благодарите Бога, благодарите людей за все, что они вам посылают. Будьте благодарны за все. И помните, Бог дает столько, сколько нам на самом деле нужно, чтобы мы не погибли для Царствия Небесного. Да благословит нас всех, Господь. Я приглашаю вас обратиться к Богу в молитве. Отче наш, Творец неба и земли, от всего сердца благодарны Тебе за Твою любовь и милость. Благодарны за то, что Ты заботишься, поддерживаешь нас, послаешь нам в жизни все необходимое. Благодарны и за этот вопрос, которого мы сегодня касались. Боже, мы все люди. И каждый из нас может поддаться к какому-то искушению. Сегодня мы говорим об этом не потому, что мы лучше кого-то. Сегодня мы говорим об этом, потому что Ты рассказываешь или указываешь на эти качества в Слове Твоем. Помоги, Господи, исследуй наше сердце. И если там есть проблемы, дай силы с этим справиться или побеждай в нашей жизни. Мы молим и просим все это во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь.